Армения и наши союзники За последний год на наш народ пережил очень много горя. Не успели отнять у нас часть Арцаха большую часть, теперь при помощи наших лжесоюзников пытаются разорвать и саму Армению на куски. Что же нам делать? Надеяться на ДКБ. Нет, это бесполезнее союз, в котором находятся лишь страны, которые хотят разделить Армению, а не помочь. Уйти в НАТО тоже не вариант, так как там находится Турция, первый кровный враг армян. А что же делать тогда? Ответ – создать новый союз, а почему бы и нет? Пусть туда входят страны, которые ждут не дождутся уничтожения Турции. Армения, Греция, Кипр, Сирия, Ливан и Иракский Курдистан назвать союз, к примеру, СПТ, «Союз против Турции» или «Союз против террористов», хотя это одно и то же, можно иначе назвать это не принципиально. Но сам факт в том, что эти страны будут заинтересованы помочь друг другу в полном уничтожении или хотя бы сдерживании Турции. Ответ на обращение министра иностранных дел Азербайджана и его превосходительства господина Джейхуна Барамова В выступлении поверенного в делах Кортни австриец на специальном постоянном совете в миссии США при АБСЕ, Вена, 25 мая 2021 года Спасибо, госпожа председатель Спасибо, министр иностранных дел Байрамов Соединенные Штаты приветствуют личное участие министра иностранных дел Байрамова в этом форуме В качестве сопредседателя Минской группы Соединенные Штаты привержены делу оказания сторонам помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта Недавние события вдоль границы между Арменией и Азербайджаном подчеркивают, что только всеобъемлющее соглашение, в котором рассматриваются все нерешенные вопросы Может привести к примирению и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и позволить народам обеих стран жить вместе мирно Мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее взаимодействовать с сопредседателями для рассмотрения их предложений и совместного принятия решения по структурированной повестке дня, отражающей приоритеты сторон Соединенные Штаты призывают стороны укрепить режим прекращения огня, ускорив возвращение всех военнопленных и задержанных, обмен всеми данными, необходимыми для эффективного разминирования конфликтных регионов и снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах для международных гуманитарных организаций Мы настоятельно призываем обе стороны избегать разжигания ненависти посредством эскалационной или бесчеловечной риторики и расследовать предполагаемые нарушения прав человека или нарушения или нарушения международного гуманитарного права, а также привлекать к ответственности виновных Эти действия являются неотъемлемой частью стабильности, справедливости и подочетности Как мы подчеркивали на форуме по сотрудничеству в области безопасности 19 мая, мы призываем стороны проявлять транспарентность при проведении любых военных действий Военные передвижения на спорных территориях излишне провокационны Мы ожидаем, что Азербайджан отведет все силы и призываем обе стороны немедленно начать переговоры по демаркации их общих международных границ Соединенные Штаты считают, что работа личного представителя действующего председателя по мониторингу ситуации добавляет ценную прозрачность этому процессу и представляет ценность для всего сообщества АБСЕ, особенно для Азербайджана и Армении Мы призываем Азербайджан и Армению поддержать его работу, в том числе путем присоединения к консенсусу по сводному бюджету председателя Важно, как можно скорее достичь консенсуса по единому бюджету, мы уже опоздали Широкомасштабная и важная работа АБСЕ ослабляется без утвержденного единого бюджета Необходимость всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта очевидна Участие сопредседателей Минской группы и личного представителя ДП, включая их полный и беспрепятственный доступ по всему региону, поможет снизить напряженность и предотвратить насилие в будущем Мы призываем стороны как можно скорее вернуться к предметным переговорам на высоком уровне беспредварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы Соединенные Штаты приветствуют идеи о том, как АБСЕ может способствовать укреплению мира, стабильности и процветания во всем Кавказском регионе Спасибо, госпожа председатель Чем хуже отношения с Россией, тем больше территорий потеряет Армения Российский политолог Владимир Лепехин Он считает, именно эта трещина во взаимоотношениях Армении с Россией и неуверенное партнерство явились причиной утраты Армении осенью прошлого года ряда территорий и нынешней весьма сложной обстановки на границе с Азербайджаном В условиях сохраняющейся военной угрозы Армении, стремления Азербайджана и Турции усилить свое влияние на Южном Кавказе и постепенно овладеть некоторыми армянскими территориями, безопасность армянского государства может гарантировать только Россия Об этом сказал директор Института Евразийского экономического союза, российский политолог Владимир Лепехин на конференции «Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе», которое проходит в Ереване Лепехин сетует на то, что усиление внешней угрозы сопровождается беспрецедентным расколом и поляризацией в армянском обществе Эту ситуацию он объясняет тем, что в предшествующие века и десятилетия, когда перед армянским обществом стоял вопрос выживания в условиях давления со стороны исламских соседей Оно перед общей угрозой было консолидировано Армяне слаженно боролись за свою независимость и, надо сказать, последние два века сохранения и развития армянской государственности обеспечивала сначала Российская империя, а затем СССР Однако в 21 веке в стратегическом партнерстве и союзничестве между Арменией и Россией образовалась трещина Наметилась она при президенте Сержа Сарксини и усилилась в период премьерства Никола Пашиняна, сказал он По его мнению, причина раскола в том, что часть армянских элит не уверена в том, что Россия является главным и надежным союзником и перспективным партнером Армении Сомнения эти возникли в Армении вследствие двух основных причин Во-первых, в связи с определенной пассивностью России в отношении Армения как своего его стратегического союзника И, во-вторых, в связи с тем, что часть армянской элиты соблазнилась обещаниями и грантами западных стран перспективой стать частью Европы А теперь внимание! Он считает, именно эта трещина во взаимоотношениях Армении с Россией и неуверенное партнерство явились причиной утраты Армении осенью прошлого года ряда территорий и нынешней весьма сложной обстановки на границе с Азербайджаном В результате Армения, возможно, впервые за всю свою историю, столкнулась с отсутствием единства в элитах однозначного и понятного образа будущего страны и в преддверии новых политических испытаний Добавил он точка по мнению Лепехина Общество перед выборами 20 июня расколото прежде всего по принципу своего отношения к России на силы, стремящиеся к тесному союзу с РФ и силы, стремящиеся отдалиться от нее по самым разным основаниям Выход из ситуации эксперт видит в укреплении перекрестных связей между теми социальными и политическими группами в России и Армении которые выступают за укрепление союза и стратегического взаимодействия этих двух стран По его словам, нужно также стремиться к тому, чтобы в структурах власти этих стран было как можно больше представителей таких групп пророссийских политиков в Армении и проарминских в России